Друзья, с вами дядя Сережа и ролик про витамины для роста мышц, масляные растворы, фармакология, стероиды там и так далее, и так далее. Про Таиланд, что здесь продается, как это все покупается, что лучше брать, что не брать. Короче, ролик делается в ознакомительных целях, здесь нет никакой пропаганды, все должны прекрасно понимать, что это вмешивание в свой гормональный фон и не только, здесь должны быть определенные рода знания, понимания и так далее, и так далее. Так что никого ни к чему не призываю, будьте осторожны, аккуратны. Так как дядя Сережа общается достаточно откровенно в своей аудитории, ничего не особо не скрывает для нее и рассказывает все как есть. Поэтому про темную сторону я еще рассказывал лет 10 назад, мне кажется, в 14 где-то году или в 15, но грубо говоря уже там 8 лет, как я на ютубе, сразу же тему это не скрывал, ничего не говорил, что только апельсиновый сок, все четко про анализы, что нужно что-то сдавать. Так как меня с Федерацией кто-то из спортсменов боится, наверное, что хотя открыто рекламирует какую-то фармакологию, иногда очень ужасную, или там какие-то пептиды, или еще всякое говно, вот, то меня с Федерацией дважды не выгонит уже, да и собирается ей не выступать, а не собирается. Поэтому я хотел вам рассказать про фармакологию в Таиланде, что здесь произошло, потому что ситуация немножечко поменялась. Я летел сюда, думал, что здесь все как и осталось, достаточно все просто, все то же самое по брендам именно, но оказалось, что немножечко все по-другому. Съемка пошла. Друзья, приветствую, с вами дядя Сережа и Андрей Валерьевич. О, нас уже узнают, ребят. Вот, мы, короче, отправляемся, сейчас вот так попросятся с телефоном, стою, и его хоп, кто-то, и все, и нет телефона. И потом какой-то местный таяц снимает блог. Короче, мы отправляемся за фармакологией, точнее, мы ее не будем покупать, сегодня ролик про фармакологию, она же витамины для роста мускулов, они же масляные растворы, тестостероны, балденоны, тримболоны и так далее. Мы с Андреем Валерьевичем ездили в центр, туда, в самый пик вот этого разврата, на улицу Бангл Роуз, где тогда, когда я жил, проблем не было, там было пара аптек, она, в принципе, одна и осталась. Где ты подходишь, спрашиваешь каталог, и тебе давали раньше айпад, которым ты мог полистать картинки. Мы прибыли на Бангл Роуд, знаменитая улица разврата наркоманов, алкоголиков. И нам нужна аптека. Пойдем в аптеку, аптека раньше была там, узнаем, что есть ли там. Так, еще одна аптека, она у нас закрыта. Вообще все закрыты, 10 утра, 10-20. Все, тут пока тишина. Андрей Валерьевич оставил свой телефон в такси. Вот мы, собственно, сидим в такси. Дорогущий кроссовка. Дорогущий кроссовка за 30 тысяч рублей. Смотрите, сколько у меня ковров. Раз, два, три, четыре ковра. Поездка стоит 300 рублей, это у нас 540 рублей до центра острова. Практически. Поэтому он недоволен. Да, я доволен. Сейчас мы все найдем. Мы ничего не теряем никогда. Все сейчас найдется, все вернем. Не переживай. Короче, у таксиста появился айфончик. Нормально. И вернет он? Пишите в комментариях или нет. Получится ли нам его вернуть или нет. Сейчас ситуация изменилась. Мне где-то дают каталог. Я успел подснять этот каталог. И в нем вклеены вот эти разного рода препараты какие-то бренды. Где-то это уже как отдельные такие от Meditech, от British Dragon. Вот эти бренды. Здесь непонятно вообще, кто их делает. Каталоги красивые, там со своим дизайном. И вы там можете все популярные какие-то препараты брать, покупать на свой, так скажем, страх и риск. Так, ну что, вот в этой аптеке снимать не разрешили. Ну и, короче, плюс-минус раньше был у нас айпад доставали, в котором было большое количество разнообразных брендов. На любой вкус, так скажем. И цвет, и кошелек. Здесь представлены два бренда. Meditech, вот этот, который там же был. И какой-то непонятный underground, хер пойми что. Я ехал, знаю, что здесь есть. И вообще, я с этим брендом познакомился довольно давно. Это я не являюсь его амбассатором. Я вообще, на самом деле, в команде с декабря, там, с начала декабря состою в команде, о которой расскажу чуть позже. Вот, отдельным роликом, который будет называться про мой курс. Рамка фигуры Арнольда и так далее. И там мы анализы как раз таки сдадим, потому что на Пхукете здесь тоже можно анализы сдать. Вот, это бренд Alphafarm. Alphafarm, мне кажется, я в России, наверное, его первый раз где-то увидел, если не ошибаюсь. Тогда еще мы с Александром Байковым его обсуждали хорошо. И у нас ребят, спортсменов, или я, если честно, не помню. Мы как-то, когда-то тогда можно было его достать. Но я знаю, что топовые ребята, всякие актеры, певцы, которые здоровые, искали за вот такие нормальные деньги. Везли его из Казахстана, в основном из Азии. Что я хотел сказать. По брендам. По бренду вот Miditech, или как он называется, вот этот типа немецкий бренд. С ним вот сейчас какое-то количество проблем, потому что он достаточно популярный. В Азии, на Бали, в Казахстане. Ребята покупают, которые уезжали из России. Нужно было писать курсы. И кто-то брал, там особо меня не слушая, быстро, какой-то бренд. Либо уже там, по факту, меня брали консультации. Казалось, там был Денон какой-нибудь пустой. Вместо него что-то налито другое. От пропионата. Вот здесь один популярный очень блогер взял Miditech тестостерон. И очень был после одного укола удивлен, как болела его задница. Я говорю, выкини это говно и никогда не покупай его больше. Вот такая у нас тут банка. На ней написано оригинал. Непонятно оригинал чего. Что-то на каком-то языке. Везде какой-то знак. Ну, то есть, вот это такая просто упаковка, напечатанная где-то. Видно, что дизайн даже такой очень дурацкий сделан. Просто очень, не знаю, для куда ведет этот QR-код. И что тут мы имеем? Вот такие бочонки в основном продаются. Наклеены вот так вот таким образом. То есть, в принципе, на любой бочонок можно вот такой бренд напихнуть. Можно даже написать, что это какой-нибудь Miditech и продавать. Проблема в том, что в таких препаратах даже код проверки какой-то присутствует. Я вообще не знаю, что это такое. И я бы, конечно, вот это в себя вообще никогда не ставил. Потому что здесь этот фармаколог, конечно, может посмотреть по анализам. Но я вот видел зарубежный сайт. Есть такой один из, где берется покупать фармакологию и делается анализа. Вот. Ну, там в основном определенные топовые популярные бренды какие-то мировые. Там, кстати, был и Фармаком, встречался. У него были, кстати, проблемы с... Какие-то препараты были нормальные? Какие-то препараты, миксы были? Вообще не понятно, что они налито. Были какие-то то ли микробы, то ли еще что-то. Ну, то есть, то, что сделано не сильно стерильно. То есть, такое может быть. И вот минус таких бочонков в том, что, конечно, они могут обжаты. Вот как вот этот с какими-то неприятными какими-то штуковинками, что, возможно, он негерметичный. Вот. Такое тоже попадается. Либо, например, начинает ссать крышка. Ну, то есть, если сможет попасть что-то, если даже все стерильно, и внутри то, что налито, написано, то здесь может быть какая-то проблема. Часто вот проблема, на самом деле, в фармакологии в том, что в таких препаратах, как Балденон, часто наливают там какое-нибудь чуть-чуть теста, либо чуть-чуть какого-надролона, потому что Балденон, конечно, препарат чуть-чуть подороже. Либо Мастерон заменяет каким-то дешевым пропионатом 1-долларовым. Вот. И это можно некоторые показатели увидеть на анализах. Также, например, как вот Балденон, он один из единственных препаратов из масляных растворов, который понижает эстрадиол. И если вы ставили эту связку, она подбирается, кстати, по анализам, к тестостерону 1 к 1, 1 к половинке, потому что она уменьшает эстрадиол. Единственный препарат. Вот. Если вы не ставите в трет-баллоне. Ну, ладно. Это отступление. Про него вообще говорить не будем. Вот. Что? По ценам. Полторы тысячи бат, примерно, две тысячи бат банка теста. Ну, и плюс-минус все остальное, как в других. То есть, какой-нибудь трен-баллон, трен-баллон будет на 30% дороже. Гормон роста от Мэйтэйдж будет стоить восемь с половиной тысяч бат, что эквивалентно у нас 16 тысячам рублей за примерно 100 единиц. Но непонятно, что это. Какие-нибудь пролонгированные китайские пептиды, от которых вас будет, скорее всего, заливать. И вам будет казаться, что так и нужно. А на самом деле, это просто аллергическая реакция и выработка антител на этот гормон, если это гормон вообще. И, друзья, немножечко реклама. Если вы хотите гайд по том, как сделать идеальную майку из футболки, либо какой-нибудь там кофте, то можете ссылочку в описании посмотреть. Символическая стоимость 500 рублей будет серия видеороликов и денежки на этот в Телеграм-канале. Будет у нас закрытый чат, где я расскажу, как сделать майку для вас потрясающей красоты. Потому что этот вопрос мне уже достали с ним. В Инстаграме все время пишут. Потому что я все время в разных майках, все время в ярких каких-то, качевских. Вот подобного плана это самодельные. Я делаю их сам. Трачу на это 300 рублей. Бывает 400, бывает 500, бывает брендовый какой-нибудь париж за несколько тысяч. Может быть даже 10 тысяч. Вот. Но зато это прикольно выглядит. Денежки пойдут на производство видеороликов у Дяди Сережи. Потому что все стоит денег, друзья. Чтобы содержать канал и выпускать ролики, нужно порядка, я там прикину, порядка 100 тысяч рублей в месяц платить. Так что, если вы хотите поддержать Дяди Сережи, либо вам нужен гайд, ссылочка. Будет в описании. Дальше что я хотел вам сказать. Здесь главное быть уверенным, что в этой банке, что она сделана стерильно. И то, что в ней налито то, что написано. Вот, например, в России с этим проблем очень редко встречается. В российском антеграунд потрясающая есть продукция. То же самое формагент, в какую команду я вступил. Она идеальнейшего качества. Это лучший продукт на рынке. За него я буду отвечать собственной, так скажем, репутации, если что. Так что, если в России нужно подсказать по фармакологии, пишите. Я вам всегда подскажу. И, кстати, формагент мне пришел. Посылка это, что осталось у меня из того, что я покупал тогда. Давайте я вам покажу, как выглядит Альфа Фарм. Почему? Вот я за нее топлю всегда, когда был в Азии. Но проблема в том, что сейчас, сейчас сразу забегу вперед, и ее на Пхукете я не нашел. То есть я нашел ее в Бангкоке, об этом чуть-чуть попозже. Но на Пхукете именно я ее не нашел. В аптеках, в которых раньше можно было купить. И на Бали, кстати, тоже можно было купить, заказать на Токопедии. Но сейчас этой истории нет. Не знаю, может с саммитом, может ситуация поменяется. Но она вот на Бали пропала. Вот у них произошел ребрендинг этого продукта. Они мне никак не платят, даже не знаю, что и как, и где у них завод находится. Просто я вот вам говорю, как есть. Потому что я сотрудничаю с брендом Фармаген. У нас. Вот, давайте-ка мы откроем, например. Вот от старой, такие у них были упаковочки. Эту упаковку, в ней плюс в том, что ее, если ты открываешь, ее нельзя вскрыть. Просто отклеить, засунуть туда что-то и заклеить обратно. Она рвется. Вот видно, что здесь все порвано. Здесь очень такой клей. То есть, была проблема с гормоном роста, с ансамоном в один момент. Что просто можно было дно раскрыть и туда вытащить оттуда гормон роста и впихнуть туда непонятный говнопептид. Такая история была. Дальше поехали. Как выглядят... Ну, вот эти уже открыты у меня. Штучки. Бум. Штучки открыты. Вот так вот получается все ампульное. Все по пять штучек в таких коробочках закрытых. Вот здесь вот. Ума. Есть вот такие бумажки с описанием всего. В каждой коробочке такое есть. Также здесь можно проверить на сайте. Стереть и пробить на сайте все ли есть. Вот видно, как бы упаковка сделана очень качественная. Такую продукцию подделать, ну, даже если там как-то заморочиться с этими кодами, даже одну коробку такую подделать, ну, это сложно. Очень сложно сделать такую коробку, которая открывается вот таким образом. Которая с голограммами, которая сделана четко, красиво, с выпуклыми надписями. Это не просто напечатано на принтере. Какая-то ерунда. Каждая ампула, обратите внимание, здесь разная. То есть в разных... Не в коробке разная, а то, что у каждого препарата разная. Разная у нас точечка, крепление, цвет, риска, чтобы никто ничего не перепутал, чтобы он не поставил чего-то другого. Вот так выглядит масляный раствор. Витамин для роста мускулов, так скажем, идеальный. Можно, кстати, купить здесь тоже ампульный. Есть Bayer тестостерон 250, где-то 300 с чем-то бат за ампулу. Это, в принципе, тоже хороший достаточно бренд. Вот. Но по факту, если заказать с Бангкока, вот это выходит что-то то ли 2 400. То есть дешевле даже. И плюс это... Ну, здесь можно все вот этого бренда заказать. Я, конечно, очень хочу, чтобы формагент тоже появился на этом рынке. рынке Таиланда, потому что он представлен там и в Японии, и во Вьетнаме, и в России. Вот. Если такое произойдет чудо, то вы можете мне писать, я вам подскажу. Если такого чуда не произойдет, то по альфа-фарме я вам могу тоже подсказать. Если что, пишите. Если вы не долбоеб, тогда я вам подскажу. Бывает, что в Азии где-нибудь, да вообще в любых странах, кроме России, и, наверное, плюс-минус русскоязычных стран у нас, проблема со шприцами. Их не купить бывает иголки. И шприцы, бывает, даже в поликлинику надо идти. Здесь мы прикупили. Все в порядке. Трехмиллилитровые шприцы и иглы на любой вкус. Иглы покупаются отдельно. 0,6 миллиметра, самые, что называется, любые длины, любого диаметра. Вот такие. Вот ваш размерчик. Пусть у дяди Сережи будет тянать. Я ему сначала купил 1,2. Он купил вот такие иголки. Вот такие. Для слонов. Я думал, он между будет ставить, а он, оказывается, в края бьет. Поэтому... Я думал, даже иголкой этой можно убить. Да. Кого? Кого. Так что, друзья, что я хотел вам сказать. Подходите очень грамотно. Все понимаем, что в спортивном, на спортивном уровне, на уровне высоких достижений, фармакология будет присутствовать в любом случае. Если вы хотите добиться каких-то результатов, конечно, она будет... Без нее никак не будет не обойтись. Плюс это восстановление. Иногда даже, если вы очень сильно, скрипя зубами, идете, по несколько тренировок, то вы можете угробить свое здоровье. Натурально. И меньше получить вреда, если будете помогать себе восстанавливаться. Не получите травмы. Но это все должно, конечно же, вы должны подходить взвешенно, грамотно. Либо общаться с людьми, с хорошими специалистами. Сейчас их становится все больше. Если раньше там было, не знаю, пару людей, каких-нибудь, как Борюшаков, там, Сашан, еще может быть кто-то. Сейчас уже специалистов больше. И врачи появляются, эндокринологи появляются. Которые здесь могут подсказать. Также я подсказываю ребятам по фармакологии. Также, если что, у меня будет гайд по фармакологии, в котором будут все основы. В январе он выйдет. Будет закрыт телеграм-канал. Я там приведу, буду проводить прямой эфир периодически. Там будут видеоролики по основным препаратам, по основным побочкам. Как составлять курс. Курс там для новичка. И так далее. По анализам какие-то моменты, за чем нужно следить. Вот, он будет стоить символически тоже небольшие 2000 рублей. Стоимость там банки БЦ какой-то. Которая сэкономит вам, я думаю, и здоровье, и денег. Ну, такое. Не сильно для продвинутых. То есть, в принципе, ну, вот свои курсы я тоже там буду озвучивать. Потому что они достаточно всем лайтовые. Да, там до 100, грубо говоря, 18 килограмм. Сейчас я вешу. Я дошел без каких-то конских дозировок. И с позитивным настроением. Отличие себя чувствуя. Без побочек каких-то. Без давления. Густоты крови. Там ухудшение липидного профиля. Так что подходите грамотно. Общайтесь с нормальными ребятами. И пусть все будет хорошо у вас. Без травм, дядя Сережа. Ролик про мой курс будет чуть попозже. Все, привет вам из Пхукета. Если хотите, прилетайте в фитнес-тур. Кстати, будет у меня в феврале. Маленький по 5-6 человек. Заселение на Вилле. Стоимость от 100 долларов в день. Короче, полторы тысячи за две недели. Копиечные, я считаю. Я тренировки здесь провожу практически по 100 долларов за тренировку. А тут день с проживанием. С великолепной компанией. С и массаж. Там будут тайские. И мы на бокс, наверное, на какой-нибудь тайский сходим. Позанимаемся. Вот. Короче, веселое время проведем. Семинарчики по питанию, тренировкам. Все. Давайте. Всем хорош на странице. Сережа, мускулы. Пока. Поглядите на довольного человека. дядя Сережа. И все у вас будет в жизни по кайфу. По кайфу. Вот он айфон. Вот он айфончик. Вот он водитель, который нам его вернул. Все в целости сохранности. Никто ничего не трогает. Сколько это денег дал ему? Да, он дал ему 500 целых бат. Это 800 российских рублей. Под моим давлением. Хотел дать 150, но он меня вынудил. Вынудил отдать огромные денежища. Огромные денежища. Поэтому он сегодня без обеда. Потом все вернется. Все вернется. Огромные денежища.